Рак простаты и органическое молоко по сравнению с миндальным молоком. Была выражена озабоченность по поводу того факта, что коровье молоко содержит эстрогены и может стимулировать рост гормоночувствительных опухолей. Обеспокоенность тем, что потребление молочных продуктов может способствовать превращению предраковых поражений или мутировавших клеток в инвазивный рак и усиливать прогрессирование гормонально-зависимых опухолей. Первоначально это было постулировано на основании таких наводящих на размышления данных в масштабах населения, как это. 25-кратное увеличение рака простаты в Японии после войны. Что происходило с их диетами в тот период? Потребление яиц, мяса и молочных продуктов увеличилось в 5, 10, 20 раз, тогда как остальная часть их рациона оставалась довольно стабильно неизменной. Но диета была не единственным серьезным изменением в образе жизни японцев за последние полвека. Точно так же, даже если в странах с более высоким потреблением молока, как правило, больше смертей от рака простаты, а в странах с более низким потреблением молока меньше смертей, могут существовать сотни смешанных переменных. Но это, безусловно, вызывает интерес к изучению этой возможности. Эти недавние исследования представляют собой другую крайность, контролирующую как можно больше факторов, просто выделяя клетки рака простаты из организма в чашке Петри и капая на них коровье молоко напрямую. Они выбрали органическое коровье молоко, потому что хотели исключить эффект добавленных гормонов и просто проверить действия всех гормонов роста и половых гормонов, которые естественным образом содержатся во всем молоке. Они обнаружили, что коровье молоко стимулировало рост клеток рака простаты человека в каждом из 14 отдельных экспериментов, в результате чего скорость роста рака простаты в среднем увеличивалась более чем на 30%. Напротив, миндальное молоко подавило рост этих раковых клеток более чем на 30%. Но то, что происходит в чашке Петри или в пробирке, не означает, что то же самое происходит с человеком. Это просто наводящие на размышления доказательства, которые можно использовать в заявке на грант или в чем-то еще, чтобы получить деньги на изучение реальных людей. Есть два основных способа сделать это. Ретроспективные исследования, оглядываясь назад, когда вы берете пациентов с раком простаты и выясняете, что они ели в прошлом. И перспективные исследования, заглядывая в будущее, когда вы сначала смотрите на питание людей, а затем следите за ними несколько лет и смотрите, кто заболевает раком. Ретроспективные исследования называются исследованиями случай-контроль, потому что они рассматривают случаи рака и сравнивают их диеты с контрольными. А дальновидные исследования называются когортными исследованиями, потому что вы следуете за группой людей вперед. Затем, если вы хотите пофантазировать, вы можете провести так называемый метаанализ, в котором вы объедините все лучшие исследования, проведенные на сегодняшний день в одно, и посмотрите, что показывает баланс имеющихся доказательств. Итак, поехали. Последний метаанализ всех лучших исследований случаев контроль, когда-либо проводившихся по этому вопросу, пришел к выводу, что употребление молока является фактором риска ракопростаты. И последний метаанализ всех лучших когортных исследований, когда-либо проводившихся, также пришел к выводу, что потребление молока является фактором риска ракопростаты. Еще более новое исследование предполагает, что потребление молока в подростковом возрасте может быть особенно рискованным с точки зрения потенциальной возможности заболеть раком в более позднем возрасте. Несмотря на то, что рак, связанный с гормонами, является одним из наших главных убийц, как указано в журнале Национального института рака, мы просто не знаем, какие гормоны и в каком количестве содержатся в пище, которую мы принимаем. Больше усилий было направлено на исследование незаконного использования стероидов олимпийцами и игроками в мяч, чем на исследование влияния пищевых гормонов на рак и другие болезни, от которых страдают миллионы. Поэтому предлагается контролировать уровни стероидов и других гормонов и факторов роста во всех молочных и мясных продуктах. Хотя до настоящего времени это не было сделано. Продолжение следует...